всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у нас лето идет в соседнем доме приехали его хозяева шумят плескаются там поэтому будет шумно заранее прошу прощения и так сегодня хочу показать крайне ленивый рецепт я недавно приобрел вертел электрический вот сам вот электрический двигатель попробовал приготовить греческое блюдо к кореции мне очень понравилось использовать вертел именно за свои за счет своей ленивости потому что на выходе получается вкусно поджаристые кусочки сочно все очень суетиться с этим делом не надо правда очень долго но если никуда не спешить то подходишь периодически ну там раз полчаса раз сорок минут может уголючка добавляешь засыпаешь он там все вертится и все смотришь ну вкусняк мы какая на только певцом заранее запастись так вот сегодня хочу приготовить на вертеле просто куски свинины мне интересно насколько это будет отличаться от шашлыка за счет то что куски большие сочные ну собственно и все но и раз у нас идеология ленивый простого рецепта то я и заморачиваться даже с маринадом особенно не буду я буду использовать для маринования во первых острую горчицу свинина с горчицей хороша а второй компонент это острая аджика я его показывал в ролике вот здесь ссылочку повешу если не забуду вкусно с аджика получается аджика острая достаточно сильно соленая поэтому саму свинину солить не буду поехали так как и горчицы и аджика острые чтобы глаза потом не растереться острыми руками воспользуюсь перчатками как я уже сказал резать надо крупно наверное с мой кулак так как это D8 фула то мне будет очень вкусно то мне вообще есть только племя рецептирует вот это мое и вот этоطпля это Ну и все, замариновал Сейчас нужно выдержать хотя бы час Лучше, конечно, два После чего можно насаживать и отправлять на угли Ждем Мясо маринуется у меня примерно час Пора разжигать угли Им где-то 20 минут понадобится для того, чтобы раскачегариться После разжигания я сразу займусь насаживанием Поехали Сразу комок бумаги тоже сюда Чтобы больше пламени было На первом этапе очень сильно дымит Так, опять перчатки Чтобы руки в этом жгучем маринаде не пачкать На вертел я уже накрутил с одной стороны На такой предохранительную скобу Вторая будет с другой стороны, чтобы зажать все мясо Приступаем Ну вот, процесс насадки завершен Как только углиру сочегарится Можно отправлять Вертеться И ждать Ну вот, процесс насадки завершен Все, мясо водрузил Жар нужно регулировать так, чтобы на том расстоянии, на котором находится мясо от углей Можно было бы выдержать максимум 10 секунд Все По идее, вот этот уровень регулируется перестановкой всяких там вставочек Я ее сам делал, в предыдущем ролике, может быть, видели Мне лень каждый раз переставлять Поэтому я просто подвигаю ближе дальше угли, расположенные здесь Ну и по мере необходимости добавляю новых свеженьких Все, процесс идет Периодически я буду подходить раз в 40 минут Смотреть, как здесь сейчас чувствует мясо И надеюсь, что на ужин у нас будет вкуснямба Оставайтесь с нами Так, мясо крутится примерно 40 минут Я посмотрел Я взял лопатку Лопатку, плечо Ну, то есть верхняя часть окорока Он не жирный совсем был И я хочу сейчас, наверное, смазать маслом растительным Мне кажется, так будет лучше Ну, посмотрите сами Вы со мной согласитесь Мне кажется, так будет гораздо лучше Возможно, придется еще пару раз смазывать Отлично Запекание продолжается На часах уже почти 7 Я думаю, трескать я буду уже в темноте Время без двадцати девять Мясо готово Сейчас буду пробовать Хочу собрать что-то в лепешку В тортилью По мексиканскому принципу По принципу шавурмы, короче Так, выключаю И снимаю Вот такая красотень На стол ее Набор будет скромненький Строгаю помидорку Положу зеленый листовой салат И соус готовый Я думаю, будет достаточно И мясо, конечно Конец Музыка Музыка Единbrush Музыка Я должен попробовать. Слушайте, вот это вот мясо с аджикой и с горчицей, это просто какая-то песня. Она такая яркая, просто вот так. Ещё сейчас будет вообще волшебно. Продолжаем. И можно наконец-таки попробовать. Начну я, конечно, с освежения пупырышков после вот этого яркого, острого, жгучего классного мяса. Ой, холодненько. Сегодня такая жра целый день была. Просто ужас какой-то. Во-первых, температура 34-36, а во-вторых, очень высокая влажность. И под вечер, конечно, просто какое-то счастье. Так. И вот этот вот шмат отличный. Мясо. Обмазал аджикой горчицей, насадил, оставил вертеться. Подходи только периодически, угольки двигай туда-сюда. Как вы видели, мне просто стало лень уже отдельной партии угля разогревать. Я просто парочку брёвнышек бросил, чтобы они горели жаром. Разогревали мясо, уголь проседал. Всё прекрасно. Да, конечно, зависит сильно время приготовления от диаметра мяса, которое вы насадили. В моём случае вот это вот приготовилось, ну, считайте, я, наверное, в 6 часов 20 минут вечера поставил этот самый шампур, не шампур, вертел над углями. А сейчас без 29, вот считайте. Будет больше, дольше готовить придётся. Но, если сделаете жар побольше, то не дожидаясь, когда оно пропечётся до конца, можно срезать прямо во время процесса верхние слои уже поджаясь этого мяса. Как-то на той же самой шаурме. И подавать всем желающим. Отличный способ, так что берите на вооружение. Спасибо за компанию. Класс, извините. Спасибо за компанию. Не забудьте жаркнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подпишитесь, чтобы не забыть про канал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok